итак друзья мои вот она вторая игра в про серии на сегодня эта игра между командой доверие team и pin apple и командой pin apple pin apple играют за задай доверие играет за радиант доверять ему точнее не так у нас начиналось лобби с того что зашла команда pin apple практически в полном составе было четверо на и долгое время их было четыре а потом появилось доверие в мобби но они появились прям мгновенно все пятеро опередили таким образом своих оппонентов и выбирали выбрали не как всегда сторону радиант они очень любят за радиант играть ну и после этого вот первый бан зомби это бан зомби он неспроста давайте поговорим о том забавном делу и который происходил у нас в лобби в общем спросил центра у команды доверить им вы хоть раз хоть одну игру без зомби выиграли на что доверие team arc по моему ответил ему а мы просто не знаем как без зомби выигрывать поэтому дайте пожалуйста нам зомби не баньте его мы хотим зомби поиграть но сандра был неумолим поэтому он зомби забанил но доверие чем ведь забирать себе двух самых а вот у нас уже три самых три самых самых саппорта появляются в текущей парадигме в доте и из них один ну скажем так самый спорный а один самый полезный самый спорный таская маг который его сильно спорный ну а игр самый-самый полезный кстати мы давайте после игры посмотрим с вами сколько дамаги внесет игр и я уверен что он там будет на уровне с одним из кэри ну в общем не слишком будет отставать от всяческих кэри героев игр банала как-то то есть вообще в принципе сам драфт развивается стремительно потому что уже прошло 7 банов и даже 4 пика ну естественно не могли 4 3 баны появляться точнее 5 6 баны появляться без пиков в общем лекан тускар у нас баньша вайпер ну а здесь он дань джекиры зевс и инвокер такие баны но вот доверие этим забрали уже себе саппортом осталось но смотрите в принципе sky max игром они могут быть очень агрессивными саппортами можно там сейчас ларка допустим добирать и пытаться или того же джиггернаута которые вы наблюдали несколько минут до этого и пытаться быть агрессивными пытаться драться пытаться цепляться пытаться кусаться может даже о кстати вот что же спирит тоже хорошая тема тоже шторм должен быть агрессивным и он будет агрессивным я думаю от команды доверять им анба обычно на значит любит ну или не за любит не любит но он постоянно играл на огре насколько я помню в команде доверие тем и сейчас тоже наверно сыграть на этом самом огре бремастер винга вот насчет дума как вы думаете появится этот doom или нет ну все-таки бремастера здесь шторм то есть в принципе дум для одной для второй команды неплохим был бы героем но особенно наверное даже для команды пенепл потому что здесь очень много про каста пассивных слов от на всех героев только один это ультимет угром ага все остальное активки шейкер хорошо винга шекер против sky мага и агр мага шакира не будет до шторм ну в общем я не знаю я думаю бы взял почему-то как-то продумал забывает обиделки теперь чистый урон наносит своим ультимейтом кстати 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 так наступки то это спам в чате забаним спамеров ну типа заходите там покупайте новая новогодняя распродажа нам такого не надо спасибо и вот он джаггернаут отлично ну собственно кто там кто-то же просил джаггернаута у нас уже 2 джаггернаут сегодня на сегодня для джаггернаута понимаете самое главное вот стартовый рывок как сумму да вот этот вот я не знаю как там правильно этот термин называется после того как они касаются кулаками я тоже вот не за как называется этот вот плацдарм на котором они сражаются но то не то там это вот какой-то там священ этот круг в общем когда они рвутся стремительно там врезаются друг в друга вот для джаггернаута важны эти первые 5-10 минут либо хорошо на фармить за эти 10 минут либо хорошо ну то есть на самом деле джаггернауту надо и фармить и драться вот лучше всего по моему мнению джаггернаут реализуется вот через макшенную вертелку когда то есть через макшен блэд фьюри когда у него два хороших саппорта и он может постоянно кого-то убивать то есть пока ну то есть там на первом на третьем на пятом левеле вот если он делает фраги джаггернаут то это считаете ну старт за джаггернаутом плюс потом еще на 6 на 1 на 3 на 5 на 6 левеле если вы сделали фраги над жаггернауте то есть 4 там ну 4 фрага там вы или ваша команда то это вот хорошо это успешно и начало мне кажется что начало должно быть для три гернаута вот абаддоном отвечают час пенеплы и ну я вот теперь не понимаю слишком тогда много саппортов образовалась команде пена а может шейкер медовый типа шейкер медовый брюмастер в харду винга с абаддоном будет запортить кому-то или как получается или каким образом ну то есть три саппорта они должны быть чем-то объяснены либо тут абаддон кэрри за либо либо винга кэри либо это перед нами трипла либо все-таки шейкер короче посмотрим в общем интересно сейчас пока у пенепл там все на бруду банят банят морф акса сюда сценар советовал парням пикать бруду типа говорят попробуйте вместо анданга с брудой поиграть вот так надо очень хорошего оффлейнера попробовать пик вот прям который мог бы сюда зайти и сюда заходит doom вот обязательно должен появиться дум я не знаю ну doom вот пикаешь дума выигрываешь у брюмастера ну это конечно слишком утрированная говорю но так в принципе во многое может случиться ну то есть дум бросать на брюмастера все там не раскладывается 15 секунд вы деретесь без брюмастера тут у вас шторм от вас огород герат все очень быстрые все очень много дамаги наносят но и скрома конечно который тоже много дамаги наносит 2 и 4 секунды и мистик флэйр плюс там всякий компьютер шот и сайленс и так далее так далее так далее то есть атака у команды доверия может быть такая мгновенная точечная причем точек точек может быть много вот там три четыре точки то есть не только в 1 гангануть кого-то прийти там опа из лицу выпрыгнули забрали нет можно там даже 5 на 5 вот решили кентавра взять чтобы ускорять ну я не знаю пусть будет так я не знаю почему потому что все-таки мне кажется что дом дом еще раз дом на должен быть в пике все время когда есть брюмастер потому что дом при должном контроле он позволяет вам ввести файт в скажем так с выигрышной с позиции доминации то есть брюмастер не может сделать ультимент соответственно брюмастер вынужден убегать ну а здесь вот довольно таки тонкие саппорты винга оба дуна шейкер ну нет скажем так не совсем они тонкие тонкие таска мака эти саппорты винги там и брони много там еще охоте к щилд есть вместе койл местную страны есть ну неприятные общем саппорты которые еще и там брюмастера подхерять могут да ну но их можно убивать их можно убивать у них не так уж и много escape of ну есть escape нет принципе escape и есть да и оба дома там парочка есть escape в ультимейтом щиточек может кто-то подставить под спасти вот но как бы без вот это вот парни без брюмастера факты было бы гораздо легче ввести тем более все таки шторм шторм вот для шторма нет преград понимаете вот он не завязан на расстояние там блин даггера да вот это там 1200 там ренджи или там какой нибудь блин квапы там тысяча пятьдесят помог да что то такое то есть нету для него границу может летать по всей карте свободно самое главное манна реген главное чтобы ломана или он и вот вообще пику команды пенепл совершенно чумовой потому что еще один саппорт появляется ну тогда тогда что тогда можно абадон мид обо мне кстати тоже хорошая тема меня но можно брюмастера в сложную поставить шейкера в мид а абадон керри вот так вот можно сделать вот пошли на керна шейкер играть но и мы посмотрим как там в итоге сложится линию пенепл то что пик очень интересные вот я не знаю чем сэнера руководствовался выбирая таких героев но они все таки ну вот в плане дпс они так уж и много могут его выдать несмотря даже на то что у лиона там есть ультимейт который мгновенно там ну почти мгновенно от него можно дам вернуться но очень сложно так ладно давайте сейчас мы быстренько меняем все эти наши заставки приготовьтесь к битве говорят ну давайте смотреть как готовится команда пенепл так сэнера играет на лионе и на 11 на абадоне норд играет на джуфу спирите и высотки паша инвокер до шейкер в мид хорошо игры мастер снова то есть по-другому или не сложиться не могли в моем понимании в принципе мое понимание как виде совпало с пониманием команды пенепл рамз с 6666 на бри мастере сложную так что так это керри абадон или что или так и ревинга у кого какой закуплен так или он как это все закупились так ладно пусть будет керри абадон к ребенку давайте посмотрим команда доверие тим арк на джиггернауте а изи фубризе на скайверс мэйджи анба на угре в центре будет стоять генерал такой вот генерал штурм спирит и богдан будет стоять на кентаври варранере точнее не стоять а управлять им будет находиться он будет в линии своей для грант уже пошел улететь конечно бы ему хотелось новый тима это у него пока не имеется битва началась сообщает нам комментатор и это хорошо смотрите вы посмотрите какой джиггернаут молодец отдал денежку своему саппорту и опыт и вот то уже давайте включим на творцы кого самый большой честно говоря думал узкая мага у него не самый большой оказалось даже несмотря на эту а если по левелу вот по левелу точно наполовину никак не посмотрим разница вот вот никакой разницы нет ладно черт с ним как бы это как они суба неважно физиков статистика тоже не нужно так у нас пауза связано с чем с чем с чем с чем с чем анба поставил по так вот google хорошо ок 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 игра возобновляется то что такое что с мышкой куда-то улетела подружечка моя успокойся с тобой вот так вот пропустили крипе мага слишком сильно вперед но ничего страшного он там если погибнет то самый первый естественно по другого никак не будет и линиям будет пушится уже в сторону команды пин apple возможно это как-то будет на руку абадону можно даже задынать попробуй час хрипа не получилось ну ничего страшного соло стоит естественно брю мастер против кентавра вот кто сильнее кто тут вот сразу же пошла атака джигернаут раскручивается но будущее конечно щиточком но щиток закончился обладу на и дальше вот кстати вам и джигернаут агрессивность агрессивное трипло и вот так и должно быть вот уже сделал джигернаут фраг на первом левеле в принципе можно сделать счет тут н11 просто себя щиток там на фонтане набросила анба пошел дальше замедляет он борта ну и просто гонит его сушки а вот был бы там джигернаут конечно забрали бы норта и еще разочек а если мана у огра у грамм она ну есть скажем так учитывая clarity но сейчас можно можно вот спокойненько забрать саппорта вот прям главное зайти вот сюда в лес и об винга минус винга огурцы гнаетом хорошо и пошли за вингу и естественно винга там что но винга вовремя поняла что надо уходить и просто все разбегаются видите вот насколько грозен джигернаут ну тут понимаете вот нас и не с ними нельзя будет там сто процентов сравнить там кто грозен кто не грозен потому что трипла у пинэппл вот все-таки немножко ну необычно я не хочу сказать там ничего плохого но какая-то она вот немножко необычная шторм за руна у него бутылка есть все в порядке шторму в принципе хоть хоть какая-то руна вот конечно же это руна в приоритете для шторма но пока у него что валовало лет пока можно довольствоваться и обычным самыми рунами другие руды тоже были бы полезны там какие-нибудь ровные например ускорение так и на 90 крипотчика добил инвокер поместил ну а шейкер дару на регенерации паша инвокер так 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 ну слушайте а вот так получается что саппорт и бру кинули они кинули его посмотрите на абадона он один стоит один саппорт вот на фонтане норд и кто-то там пошел пытаться сэндрот в собственном лице в собственном лице пошел тут как-то кентавра убивать аром за специально поразмениваться чтоб кентавр подошел сейчас трипла заберет нет анба выходит наверно наверно в ганг типа на центр это на пашу инвокера ну и богдана тут уже не забрать его да есть хекс уже есть фтп ская мага и часа будто контратака в центру салис на него так под замедляет брю мастер номер мастер может сам нет не может не может все в порядке в порядке все при своих остались ну вот и кстати одна из проблем когда вы играете за такого агрессивного джиггернаута в той же агрессивной трипле то что как бы выкурить их отсюда как выход товара там из-под этого товара заставить выйти может быть как-то прогрызать вот здесь вот деревья или здесь деревья джиггернаут отступает он здесь один штучек заканчивается ну да ну надо бы конечно вертеться но как бы как бы как бы в центре шейкер погибает шейкер погибает центре давайте уже наверно посмотрим на статистику я вам ее специально не показывал там если чтобы мы с нашего лидера ну вот мы нашли до этого лидера 23 у него крипа но он уже погиб сожалению так вот раскручивается там получила на 11 и на 11 бежит назад бежит 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 дерево джиггернаут невыгодная позиция он сам получает от норда джиггернаут погибать не хватило все-таки третьего саппорта шейкер пришел фиссура анба но и анба будет бежать конечно же но я думаю его тоже не отпустят отсюда шейкер тычка шейкер шеточек хорош правильно об этом дело он там успел про есть и станом сбросился в пашу инвокера у него есть фиссурина и фиссурина убивает огра фиссурина огра убивает джиггернаут раскручивается хорошо он там крутится но по-моему он сейчас погибнет этот джиггернаут там скамаг скамаг помогай спасай дружок давай как-то я надеюсь от шейкера бей джиггернаут наверно назад щиток убьет же щиток же убьет джиггернаут манит хорошо паша инвокер слушайте вот такая у нас битва прям и стан еще все мага скамаг погибает анба остается против абазона шторм пришел ну вот форс разрулить ситуацию и еще и шторм забрал этот фраг вард хорошего варта джиггернаут он там типа бегал всех спасал кстати тоже не забывайте вард качать даже на один он полезен но кентавр кстати погиб я так понимаю брюмастер через ультимейт или нет а не было ультимейта как брюмастер погиб кентавр но они друг друга убили вот так вот умерли но кентавр сейчас 6 почти 6 то есть видимо кентавр первый был брюмастер да ему дали опыта брюмастер опыт не дали 5 на 4 но увидите как у нас активно начали команды 6 level шторм тут много пятых 4 5 много 4 3 4 4 4 и 1 3 левел у сэнры так как кентавр ускорился стан саленс рамзеса минус рамзес ну как бы вот так вот вот видите надо быть агрессивным это хорошо шторм золдингом тут кстати можно ворваться на пашу инвокера потому что сзади стоит у гормак который может как-то подсобить или нет или не будет но нет он бани он бани будет потому что он пошел там джиггернауту джиггернауту на самом деле тоже бы вот пора бы 6 как-то лэвл под получить разменивать пока ударами шекер бьет но генерал готов лететь драться он солдинг так прожил уже жужжу пашу инвокера деле не заберет или заберет или заберет нет не собрал потому что там последний заряд в бот ли был как раз этого хватило но ответим бакс эти ушел да и вот если бы он не уходил то возможно бы шекера забрали невозможно 100 процентов бы его забрали то что и гнают там добил догорел так джиггернаут пока с абадоном абадон не знаю что ему спину уже заходит анба джиггернаут пора бы крутиться на самом деле ватнадзат разверни чё ты же там же огра заходит что такое огар так абадон с фейзами но огар типа не догонит его лишь но шторм уже залететь шторм может залететь шторм не летит как-то мисс коммуникации вот сейчас ну а самом деле видно и на 11 я не понимаю почему же гнат нет на перерез на ли он там тем временем забирает кентавра что странное произошло как-то гонялись за абадоном ну ладно думать абадон будет себе мамы башер покупать или какой-то у него другой и чем бил будет покажите нам итоге боя кентавр погиб 209 монет в минусы заработал ну а противники заработали много число пи практически получился или он если только запятая стояла между первой и второй цифрой шторм плюс 73 ну пока вот шекер в миде 1 2 2 но не скольцом так хотя вот опять вот на кентавра напали кентавр кентавра подкопали кита рубили просто на на самом деле пенополь сейчас правильно действует они играют через наиболее слабое звено команды доверия это кентавр потому что он тут сам стоит и саппорты в основном контролируют центр и топ вот может быть надо переместиться саппортом кентавру тогда как-то что-то делать ну или что или ну или ничего не будет или вот так кентавр провозит так куда он забирать шторма просто стала чтобы был и и и и лайка босс давайте лайка босс шнорма 8 лева но вот сейчас она точно вот прям на фулману залетать сейчас в абадон а там не 80 мы то это не так страшно лишь шейкера попробовать выбрать ну шторм У нас там раскручивается. Джаггернаут. Крутится. Сработал ультиматный на N-11. Убегает самому джаггернауту. А его там преследуют. На N-11 правда сам он получает. Игнайль получает. Memorialoltzer взрывается. mortgage. Бежит назад. Беги, 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 беги. Бежит. Хорошо. Ну,安-ba. Тут может пострадать, что за лапт взорвался. Джаггернаут будет рубить. Ну, вот, летит сюда Шторм. И скорее всего минус Н-11. Да, тут как бы, без шансов. шторму дают возможность или кому дают возможность джекернаута дают возможность на фейсах лететь на джекернаут. Непонятно, SkyMax все-таки забрал, SkyMax там какой-то последний своей тычкой, там то ли аркан болтом, скорее всего, наверное, просто с руки он добил, потому что маны нет. Шторм прилетает еще и в мид. У шторма есть реген? Да, у шторма реген работает, так что надо попробовать как-то шейкера. Ай-яй-яй-яй, посмотрите, что он делает, тут шейкер сейчас заберет, он привязал, а вот теперь шейкер погибает, взрывается, шейкер. Здесь можно просто спокойненько уйти, да. Шторм уходит, и сейчас может, ну, тут как бы, можно и не уйти, ну, лети, лети. Свапает финга, а сейчас вот, ой, за ивейдилстан, красавчик, генерал, правда, ману там совсем мало осталось, но догнать его нет возможности, нет возможности его догнать, надо клепать, надо клепать, надо клепать, но улетать и улетает не получается, разрывал дистанцию шторм, хорош, водит, все время наверху. Слушай, ну вот это такая образцовая погоня была, вот образцовый врыв от кого, от шторма, генерал, очень хороший, очень красивый доту нам показал, вот тут вот на сурной регенерации тут летал, убил шейкер, потом подошел брюмастер, он от него сюда сбежал, тут вот убегал вот так, вот, да, ну, потом, в общем, а, точнее, убегал вот так, вот, вот так вот и сюда, ну, вообще, красиво, красиво это все выглядело, руна ускорения, надо как-то, да, и подстань, рамзес, а ну, вот теперь рамзес не может разложиться, потому что маны у него нет, и все, 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 нет рамзеса, мертвый фараон. Ну, Богдан, ну что ж, Богдан, Богдан пока, пока просто мечтает о своем блингдагере, до, конечно, этого блингдагера ему тут какое-то количество времени надо будет поформить, а тем временем формят на Абадоне, или не формят пока, нет, ну, скорее всего, формят, если сейчас Джигерна подойдет, ультимейт уже сработал, и Джигернаут надо на фейзах бежать, надо догонять, а там правда Сенера пришел, а Сенера это уже опасно, потому что у него, а, нет, еще пальцы у него, то есть, ну, Джигернаута на проказ тоже нету, ему нужен срочно брасер, срочно нужен брасер, ускоряет кентавр, хорошо, ну, ультить не хочет, Джигернаут, ультанул, ну, плохо, конечно, вот, ну, Саленс, он на 11, ну, ничего страшного, на 11 все равно, тут, стики, правда, прожал, фиссура, хорошая, штук на себя, на 11, Джигернаут с вардом, ай, окосуем, во, Громаг, Громаг погиб, ну, еще и свапнул Джигернаута, нормально, Джигернаута раскручивается, ну, тут его можно с руки просто забрать, ТП бы бы у Джигернаута было, но бы бы не было, бы бы, если бы ДК бы, бы бы, и, в общем-то, Джигернаут погибает, ну, тут Скаймаг тоже погибает, и вот так вот, 3 в 0, ну, слишком были агрессивны, тут вот беспочвенная была атака, потеряли 500 планет, заработали противники практически 1000, 1400 опыта, тут проблема была, Джигернаут был не фуловый, он не смог дать одновременно и ультимейт, и вертелку, и, к тому же, еще он ультил в Абадона, который был под щитком, то есть, очень много, по сути, ну, там, два удара полетело в Абадона, а один на Вингу пришелся, то есть, во-первых, ультимейт не концентрированный алюк, во-вторых, ультимейт был частично, скажем так, обезврежен архотик щелдом, то есть, ну, плохо, плохо, это ошибка была, Джигернаута, таких ошибок не делайте, иначе будет плохо, а шторм, а шторм, ну, а шторм вы видите, да, что шторм, вот кто сейчас погоду будет делать в игре, шторм с Рашидом, так, я вынужден на секундочку свернуться, ну, что там, Джигернаут, кто же сильнее, Джигернаут или Абадон, ну, пока Абадон чуть сильнее, Джигернаут, а шторм, там что-то, ага, там просто невидимость и брюмастер, но... свапают кого, Винга, там свапнула, свапнула Огра, Огра, на тебе, Игнает, на тебе стан, фиссура, Огра, но очень плохая фиссура, замедляет, кстати, того, кого надо, Сенера не сможет подкопать, и ультенул, еще и в Пашу Энвокера хорошо, Шторм летает, Шторм летает на Сенеру, Сенера, именно Сенера, тут можно дальше забирать, можно всех остальных, можно летать, можно убивать, а у Рамзеса-то нет... Так я не понял, а что Рамзеса-то не убивает? В общем, куда шторм делся, где ты был? Шторм, Кентавр, Стан, Кентавр, забыл, что это Даггер, да, есть Даггер уже, Кентавра, что-то я не понял, мув от Генерала, куда, как-то он... Он побежал наверх, типа, видимо, он саппортов хотел как-то забрать, или что, в общем, что-то вы 90 монет заработали, Джаггернафт не отдал вышку, это хорошо, но, как бы, на данной стадии игры пока что, как вы видите, М11 чуточку сильнее, и барабанчик у него уже имеется. Ну, в Лейте, конечно, Джаггернафт посильнее, чем Абадон Керри, но пока Лейта еще далеко, далеко до Лейта. Ну-ка, ну-ка, генерал, ман у тебя мало, или много, ну, половина маны, по сути. Так что, можно что-то, кстати, придумать, и Кентавр с Блиндаггером, ну, просто решил уйти, там, как-то посчитали, что видно было Богдана, поэтому надо прятаться, надо уходить. Ну, не прятаться, надо уходить. Венга, вот видите, как раз крикнул на то место, где был Богдан, несколько секунд назад, говорят, может быть, он тут, типа, ты плохо крикнул, крикнул, она действительно плохо, она вот так вот крикнул. В общем, неважно, как она крикнула, главное, чтобы Богдана там уже не было. И ультимейт есть у каждого из героев команды Пинэппл, а у героя генерала и есть Аршид. Ну, вы видели, да, это Огр пришел тыкнуть вард, и в ту же секунду поставил вард, кто там, Сенра или кто-то, в общем, поставили вард, в ту же секунду он был убит. Ну, вот так вот бывает, прям, ну, ну, бывает. Ну, что ж, генерал, в принципе, может залетать, вешать Аршид на Брюмастера, а его забирать. Ну, или Аршид нам пытаться забить ультимейт. Брюмастер думает, что засыпили настоящего, но это всего лишь копия. А если бы это было настоящего, то это была бы новость, да? Сейчас Рамзес его не бьет. Это был бы настоящий, было бы забавно. Кстати, Орбов Веном у Брюмастера вот такой вот интересный артефакт. То есть, Брюмастер хочет еще и замедлять тех, кого он бьет. Джиггернаут перемещается в комфортную для себя линию. Ну, комфортную, потому что, во-первых, это легкая линия, во-вторых, тут еще стоит Тавер. Тавер, так что Джиггернаут... Ну, нужно срочно Джиггернауту барабанщик какой-то, потому что с маной совсем проблемы. 325 всего маной, если бы он играл против... А, я-я-я, вот тут напали на Рамзес в ультал ноли в Рамзес, и Джиггернаут засилил, так имба-имба-стил. Все, сделали саппорт, и Джиггернаут такой, я тут проходил мимо и увидел, что не хватает мне 346 монет для счастья, я их себе, пожалуй, заберу. Ну, тогда еще 200 монет, считайте, и можно купить себе барабасик. Шторм тут возле Рошана, занял позицию для врыва, Кентавр, как раз шторм, полетел врываться. Как-то ворвались Леонт настолько быстро, что я даже камеру не спел навести. Еще и стон в Норт, а и Норт, к сожалению, погиб. Нет, здесь без шансов. Ну, вот видите, шторм не такой жадный, как же Джиггернаут, но он надается барабан в фраге. Значит, 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 скажем, это что, показалось, что я хаслэм, на секундочку? Нет, это был не хаслэм. Вот он шторм, вот это там Бадон, и, скорее всего, Скайрос Мэйдж, Игнает, правда, Скайрос Мэджет. Типа отпускают, или нет, Кентавр сейвит, как же сейвит, как же спасают? И вы видели, Дабыл Эйдж не дал, чтобы не взорвать щит. Как же круто играет сейчас команда Доверие Тим. На анбакс, кстати, ну погибнет, да, тут уже все-таки кто-то должен погибнуть, и даже, наверное, Скаймак погибнет. Шторм, а Скаймак долго жил, конечно, но погиб. Иногда вот все-таки в такой ситуации надо одного отдавать, а всем остальным убегать. Ну, вот, как это так. Кстати, вот Джаггернант сейчас бы с ультимейтом, может быть, что-то и мог бы придумать, но ультимейта нет. Шторм, оп, оп, Сайленс на Пашу Инвокера, и преследует его, и надо бы прийти к себе. А ну, Вортекс, давай, Вортекс, палец смерти! Успел заивидеть? Не успел. И поэтому погибает. Ну, один, типа, в один. Так, вот, Кентавр здесь. Шторм, конечно. Но он на Пашу прыгал специально, потому что у Паши был ультимейт. Хотел не дать ему его прокастовать, но почему-то долго медлил с Вортексом, и так Вортекс не сделал. В итоге, вот, два в один только что драка прошла, и драка прошла в пользу команды Пенепл, потому что целую 1200 золота они зарабатывают, 3000 опыта, по 1000 опыта каждый заработал за тех парни, ну, кроме Шейкера, естественно, который потерял, собственно, деньги, опыт он не потерял. Слушайте, а было бы забавно, да, если бы в дути опыт вы теряли при смерти. То есть, вот были вы там только что 16-го левела, да, вас убили, и оп, 15-го, оп, ультимейта нет. Ну, это было бы интересно. Ну, а есть ультимейт у Джиггернаута, можно попробовать сейчас улететь, Джиггернаут ничего не покупает. Ну, давай, ульти же, наконец-то, хорошо распрыгался там Джиггернаут, и по Венге досталась, и Венге досталась, всем досталась, ну, а Анбаб просто ТП вот отсюда делает, Венга свапает Анбабским. Ой, хорош, на ход ультанул, но Огр все-таки погибает, и Шторм здесь попробует сейчас разобраться с Н11. Так, Шейкера, 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 переместились на Шейкера, надо бить Шейкера, ну, понятно, потому что Шейкер более слабое звено, менее сильное, чем Абадон, у которого еще ультимейт не срабатывал, и вот сейчас сработал. Так, 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 преследуют, идут Сайлес на Абадона, долетает, ай, стонай, Дабл Эдж! Ай, молодец, Богданчик, и минус 5, посмотрите, в размен на одного Огра. Эй, куда ты, Файтрекап, делся? Вот ты, Файтрекап. 2-100 зарабатывает команда доверия. Пинэппл потеряли целую тысячу монет, это, конечно, печально, но самое печальное то, что, в общем-то, 5-400 сейчас по опыту ведут. Слушайте, у нас, ну, не ведут, а заработали опыта, а у нас такая активная игра, что я даже не успеваю следить за общей ценностью, а у Шторма она достигла просто космических высот. Давайте графики посмотрим. Ну, они тоже там достигают высот, но пока что не космических, ну, просто такие холмики, вершинки на графике образуются. Какое-то время, я так подозреваю, команды драться не будут, ну, потому что Джаггернауту, как минимум, нужна его ультимативная способность. Нужна эта способность. Смоук. Смоук от команды Пинэппл. Ну, с этим смоком надо что, или на Рошара заходить, или как-то в Блиса, или они... Ну, Тавр бы еще знать было неплохо, но такой... Динай Тавра под смоком, ребята, вот вы впервые были свидетелями этого, я не побоюсь, величайшего мула в доте. Ну, ответный смок. Смок для того, чтобы заданная Тавра, это, конечно, ну, не придумали просто Пинэппл, тут я так немножко, конечно, подтруниваю над ними, была сложная у них позиция на карте, то есть выйти оттуда куда-либо было проблематично, плюс они увидели этот Тавр, который еле-еле живой был, надо было когда-то с ним что-то решать, и вот решили... Ой-ой-ой-ой, шторма хоста, ну, он и так быстрый, он будет еще быстрее, прям Fast and Furious. или Need for Speed, как-то в Ламборджини Галлардо. Шторм, шторм, шторм. Так, ну, Джагерната ультимейт уже есть. Слушайте, Джагерната ван кликом решила что собрать, аганим или что? Давай дезолятор, давай без этих вот аганимов, давай дезолятор, просто ты будешь с руки убивать, вот там в Вингу, например. Да. Ладно, шторм летает, или не влетает? Фессора, шторм улетает, шторм улетает, и на Хастю еще бежит. Но, кстати, он сейчас может только кого-то найти, например, ну, например, любого из этих парней, он его, любого одного убьет. Нет, он не находим. Идет в другую сторону, там, конечно, опасно, потому что все-таки пять героев противника, там, ну, тогда крипов, говорит, генерал, я найду, крипов пофармлю, почему нет? Все уже промаксил и шторм, кроме ультимейта, тут два типа сейфтп, ну, или это не сейфтп, не знаю, просто так. Это не сейфтп, это просто тп, чтобы отогнать назойливую муху. Назойливая шторма, который вот в наглую заходит там за ТВРА и просто мешает. Сэндра пришел, наверное, он шторма видит, но проблема в том, что подцепить его нечем, а даже если подцепить, то дальше что? Даггера у Сэндры нет, и тут у Винги ультимейт первого левела, да, первого левела, там свапнуть тоже шторма на хайграунд после этого подкупа не представлялось бы возможным. Так, так. А вот, вы знаете, я только что посмотрел, думал, за что бы зацепиться, как-то у нас такая пауза, и вот мои глаза зацепили за Нетворс Н11, а у него Нетворс вот, ну, там не то чтобы красивое число 77777, но я имею в виду, что он довольно много наформил, то есть неплохо. Формит Абадон, у него 3900, может быть, это какой-то Родианс для Абадона, ну. И это Родианс для Абадона. Это Родианс для Абадона? Это Родианс для Абадона? Это... Окей. Интересно. Шторм без маны. Ну, надо назад идти, это вот как бы не очень хорошо. Сейчас драться, гнаться. Ай, хорош! Такой вот на самом деле хорош сейчас получилось. Здесь Абадон, кстати, один уже, ну там наверх, Скаймак, хорош! Скаймак ветра клетает, потому что там Брюмастер его подцепил ветра, Курьер все-таки погиб, ценность груза 0. Но Скаймак погиб тоже вместе с Вингой. Размен, Кентавр прыгает, Стан, ну, надо, надо, Дабыл Эйш, ну, Хекс, 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 Шторм летает, Шторм просто убивает, и Сентер тоже погибает. Рамзес уже сложился. Ну, и Богдан будет преследовать Рамзеса. Ну, а вот Анбаа будет преследовать... А он просто ТП-аут делает. Так вот, так вот. Отменил ТП-аут, Стан, Дабыл Эйш, Н11, Джаггернаут пришел разбираться, вот ульт... Ну, все, это вот все, теперь Джаггернаут 50 секунд, и минус фарды. Хорошо. Так, давайте итогу посмотрим. 1600 золота зарабатывает, понятно кто, опыта тоже заработали, тут, или он не ультовал, похоже, видите, и Шейкер тоже не ультовал, вот самое, наверное, важное, что произошло в этом сражении, но самое важное, что произошло, это Анбак как-то пошел, типа, и вот то ли хотели зацепить Паша Эйнвокер, то ли как-то хотели защититься, но в итоге мискоммуникейшн в команде, фиссура вот так вот кладется, и в это время Брюмастер дает Праймалд Сплит, то есть какое-то время, ну, время жизни борозды 8 секунд, Брюмастер не мог, как бы, выбежать отсюда, в общем, такой срыв атаки произошел, благодаря тому, что Паша Эйнвокер как-то, в общем, ну, или это наоборот, решил Брюмастер ультануть, Пашинвокер такой защитный, типа, дал, типа, уходим, а тут Брюмастер уже ульт поражал, типа, давайте тогда драться. Вообще, что-то непонятное произошло, Шторм там своих реминантов плодит для того, чтобы подсвечивать вот эту вот область на хайграунде, может быть, кто-то отсюда будет заходить, может быть, как-то, ну, отсюда бы, если заходили, он бы не видел, но вот сверху, ну, вот отсюда, как это назвать, проход возле Т-2 Тавра Дайр, вот так вот, если бы кто-то зашел, то Шторм бы его увидел. Так, и вот он, Шторм влетает, Аршид, ну, просто Шторм с Аршидом неостановим. И у него, да вы что, что же у него, ребят, у него руна регенерации. 1648 маны у Шторма, ребят, 1648. Хорошо, что вот Болл Лайтнинг расходует в процентах ману, потому что, если бы он в единицах расходовал, то, наверное, Шторм мог вечно летать. А так, в процентах, ну, это более именно, то есть, как бы, чтобы не произошло, то есть, дальше не полетит Шторм. Ну, что в процентах. Это как вот, манолик у котла, то есть, он в процентах ману отнимает. То есть, грубо говоря, там, если у вас 100 маны, то, когда вы будете бежать от котла, да, то вы будете за единицу перемещения там терять, допустим, по 3 маны, а если у вас там 1000, то вы будете там по 30 маны терять. Ну, там, грубо говоря, да, вот, такие вот, Шторм влетает, куда? Ай, Шторм, ай, красавчик, опять, Сенера, опять, Арши, да, что ж такое? Блю, да, так, этот Шторм просто красавчик. Мне кажется, что Шторм-то какой-то бразилец, не знаю, вот, который любит играть в волейбол. Такой улыбчивый, всегда светлый. Так, ну, что, Джаггернаут не очень, конечно, улыбчивый, да, послушайте на его рожу, просто отвратительный, там, зубы у него, когда вставная челюсть, ну, маска, в общем, Джаггернаута. Ну, тогда что, забирать Рошана, наверное, почему нет? Тут осталось 4000 хп, можно попробовать забрать, можно даже одного, Джаггернаута туда отправить, Вард может поставить, да, вот так вот он ставит Вард, чуть отходит, и Шторм занимает позицию для атаки, но Джаггернаут, вот, более удобную позицию. Так, Джаггернаут 1, тут, конечно, видите, дамаги, конечно, не хватает, Джаггернаута, так, так, можно ультануть, надо сайленс, надо сайленс, забрали, забрали, о, Джаггернаут хорошо ультанул, забрал он, саппорт, астана, норд, раскручивается, Джаггернаут сейчас, может быть, даже норд заберут, или норд, кому-то надо свапнуть собой, Джаггернаут, прыгать, так, стандо, блэш, сработал, он, пытается уходить, он, не уходит, но, н11, н11 под аршидом, и, н11, нет, маны, уж, тормал, он отдается рошану, да, он отдается рошану, что ж, хорошо, но все равно, размен, в принципе, в пользу, команды детей, давайте итог, а, нет, не в пользу, не в пользу, не в пользу, видите, это еще по-то 1800 золота, заработали, шторм, конечно, не умирал, как-то Джаггернан так прыгнул, прыгал, далеко улетел, вот на сцену, и прыжки все пошли, не туда, куда надо, ну, то есть, в одного саппорта, даже, наверное, раньше времени, такой же шторм летает, хорошо, уж тормает, понимая, аеги здесь, ультанул, сверху скамаг, минус, минус, минус сколько, ну, пока что, минус один, пока монстр килл, пока что, минус шейкер, старый, успел, богдан добыл, ну, и шторм просто, своей молнией, подорвал, подорвал, Сэнру, подорвал, Леона, ну, и вот уже, из той 1700, как бы, которую заработали, все отдали, да, еще заработали противники, сами даже 600 потеряли, так что, так что, так, ну, надо же, гернаута, теперь урон, вот, как бы там ни было, окей, но мы видим, Абадон сейчас с радиансом, и думаем, к чему бы это, ну, сбивать даггер, да, неплохо, Богдан, ведет в ловушку, N11, N11 пока что, не понимает, что это ловушка, ну, и Богдан, наверное, сам не знает, ведет ли он его в ловушку, или просто как-то убегает, ну, тут никто не помог, ему, на самом деле, думал, там, что он политическом, а до подчаянется, она подтягивается, но поздновато, и так, арку дали поиграть на ком-то другом, но не на зомби, вот, можно было сейчас ультануть в Сенру, но тогда, возможно, ульта не было в другой какой-то момент нужный, но с другой стороны, вот еще с третьей стороны, сейчас у Джиггернаута и есть замечательный Аганим Септер, и Аганим Септер замечательный, уменьшает кулдаун до 70 секунд, поэтому можно спокойненько налево и направо спамить этот ультимент, главное 16 левел, давайте посмотрим, что у нас по левелам, по левелам, у нас 19, ну, в общем, Джиггернаута 16-го одета, он даже отстает от Кентавра, вот так вот, ну, это потому, что вот в этом сражении он погиб и опыта не получил, там, за что линка на шторме, у шторма, а нет, хотя он опыт получил за Леона, но, наверное, это было недостаточно много опыта, вот, чтобы потом сказать, что у меня все-таки уже есть ультимент третьего левела, и фармит Джиггернаута тоже, видите, так посредственно, посредственно фармит, 9300 у него на руках, ну, точнее, не на руках, а общая ценность на руках у него, совсем другой показатель, у него, ах, вот оно что, ах, вот оно что, ах, арк, ну, друзья мои, это интересный артефакт для Джиггернаута, если вдруг вы никогда не видели Блиндаггера на Джиггернауте, то дай бог вам никогда его и не видеть, но есть смысл в этом, в этом артефакте, потому что Джиггернаут во время того, как он использует свой ультимент, он может использовать точно так же свои айтемы, то есть прожимать там фейзы, стики, Блиндаггер тоже может использовать, поэтому, ну, ну, бывает такое, вот что там, какие-то, кого-то в Форстаффе там как-то, хотя нет, от Форстаффа сейчас не сбрасывается ультимент, ну, в общем, чтобы контролировать прыжки, Джиггернаут может использовать Блиндаггер, тем более у него аганин прыжков много, то есть он попрыгал в одной стороне, потом прыгал на другого, на кого-то, так что, в общем-то, есть смысл в этом ультименте, точнее, не ультименте, а в этом артефакте, так, ну вот с Аегисом решили выйти на Т3 Тавер, кстати, вот генерал сейчас мини-ошибку совершил, тут была венга одна, надо было просто влететь, ее забрать, давайте байкбеки тогда на всякий случай включим, а их нет, ну, кроме Леона, здесь фиссура, Шторм как бы байтит, ну, потому что у него есть Джиггернаут, куда ты прыгнул Джиггернаут, а, вот там прыгает, внизу, и Праймонт сплит, ну, окей, Вард поставил, бежит Джиггернаут, и Шторм зацепил, так и венгу, ну, я думаю, сейчас он ее даже и убьет, да, он ее убивает, Арк пытается как-то выживать, но Арк, скорее всего, нет, Арк уходит, Шторм, Шторм, ах, а Слэм Шторма, но этого мало, и Фингер оф Дэс тоже мало, и вот он на Дэс, вот она смерть, но истигает Сэнру, мин, ультра килл, ультра килл для Шторма, Шторм, а Егиса дает, четверых убил Шторм, да, ты что, ну, отдайте ему, дайте ему Рэмпадж, нет, не дают Рэмпадж, кстати, все, кроме Скаймага, выжили в этом сражении, Шторм, так, вырывается, бремастер БКБ, он прожимает, типа бить, ну, ультимейт, это у него нет, он, он, конечно, заберет, тут Шторм притягивает себя, на Дэс, там, Дэвэл Эдж, ультимейт, нет ультимейта, домой, в таверну, до свидания, говорит Шторм, и продолжает вот так вот разбирать вражеские браки, а Рамзес хочет дальше драться, и он все-таки дерется, и неплохо, но тут теперь кто кого, джаггернаут, джаггернаут погибает, но Шторм просто делает игру всей команде, посмотрите, какой генерал просто неостановимый, неустрашимый, ничего с этим генералом нельзя сделать и просто, но, все-таки, своего добились Пинэппл, Тавр погиб, но бараки стоят, и Айегиса не лишили, ну, итоги давайте в бою посмотрим, что ли тут, ну, а итоги они, минус один, просто смешные итоги, вот минус один, они не все показывают, там, как бы, не те итоги, которые, на самом деле, можно как-то проанализировать, итоги вот такие, ребят, 20 тысячу Шторма, 11 у ближайшего преследователя, 12, хорошо, но это на 9 тысяч, то есть, 9 тысяч, это два артефакта, таких, причем, неплохих, да, это какой-нибудь, например, Аршид, и, там, ну, допустим, Юл, нет, даже Юл 2 700, это больше, чем Юл, это догон, недавно, общались мы, как-то, в чате, с ребятами, выясняли, какой же самый дорогой, артефакт в доте, думал я, честно говоря, всегда, что это, что это, обисал, вот, но потом мне, справедливо, напомнили, что самое дорогое, на самом деле, догон, ну, потому что, если его до 5 левела прокачать, то стоит он очень много, так, 7 700, там, что-то такое, в общем, куда ты влетел, ах, на Сенру он влетел, ну, она закончилась, и Сенру выжил, аккуратничает сейчас, Шторм, Форстафет, Форстафет, Скаймага, Джиггернаут раскручивается, у него есть ультимейт, можно улететь, но тут есть тоже ультимейт, и Шторм, ай-яй-яй-яй, А Шторм все-таки забрал, Вингу, все, все, Шторма, яхо, Сенру, Шторма разложилась, обребайся, Шторма контролит, Шторм должен жить, Шторм не живет, Шторм погибает, а вот Нурдиан, кстати, гонит Джиггернаут, Блинтагер ему взбивает, Джиггернаут там раскручивается, улетел и пытается уйти, надо было ТП прожимать, ну вот, ай-яй, ну Шейкер, ой, как же Шейкер плохо сейчас поступил, как же неудачно, Шейкер вот поставил свою эту Фиссурину, и Скаймаг до конца, с ним мульчик Кастом Бас зашел, дал, хороший, вот повернулся уже сражение, там кто погибает, где-то уже на фонтане, там погиб, потому что Шторм выкупится, Шторм прилетел сюда, или как, а, или это была Егис, или что, я не понял, как Шторм здесь, мне показалось, что Шторма убили, ладно, в общем, наверное, не туда смотрел, в общем, Сэдра Джиггернаут крутится, там привозит еще одну смерть, она на 11, нет, не привозит, у него все-таки ультимейт сработал, ну да, как-то, дрались долго, дрались сильно, но в итоге, в итоге, трон падает у команды Пинэпл, 3-4 минуты, ну, самое главное, что команда доверия тим показала, что мы и без зомби можем драться, генерал про пишет, изи фобризи, генерал действительно неплохо сыграл, я бы даже сказал, шикарно, он сыграл 23 фрага, ребята, 2 смерти, 23 фрага, 2 смерти, это чудовищно крутой показатель, это чудовищно крутой показатель, и это чудовищно, это чудовищно крутой показатель, не теряя, и это чудовищно крутой показатель, Продолжение следует...